Я вижу, что количество людей, кто наконец-то начал заниматься политикой, кто начал этим интересоваться, начал этим возмущаться, оно очень выросло, особенно если мы берем молодежь. Я, например, обратил внимание, что среди молодежи стало стыдно не интересоваться политикой. То, что раньше всегда было в Штатах, когда ты аполитичный, на тебя всегда смотрели как-то так косо, то есть как можно быть аполитичным, то есть должна быть какая-то позиция, ты должен быть за тех, за других, ты должен ходить как-то на выбор, участвовать, ну, иметь. А в России всегда было, что политика – это грязное дело, мы в этом не участвуем, они что-то там делают, и такая вот идеальная... Это появилось именно в нулевые, когда появилось в стране много денег, когда жирные нулевые, и когда, типа, ты не занимаешься политикой, она не занимается тобой, мы их не трогаем, они нас не трогают, мы живем параллельными жизнями. Сегодня у всех появились свои проблемы, то есть появились там проблемы, у каждой социальной группы появились свои там политзаключенные, свои там жертвы, начиная там от вот этих сестер хачатурян, да, и заканчивая там преследованием каких-то ЛГБТ-активистов или еще кого-то, да, и так далее. То есть у каждого появились там свои политзаключенные, то есть всех в политику втянули. У каждого появилась, какая-то там личная несправедливость или там несправедливость с его близкими, там с родственниками, и у людей, ну, конечно, это копится, и это не может уже как-то раствориться.